Здесь Рязань не заканчивается. Поселки Мордасово и Качево официально являются чертой города. Однако куски асфальта здесь можно пересчитать по пальцам одной руки. Проехать по этим колеям могут только местные жители. Остальные крадутся на свой страх и риск. Тот же километр проезжаешь где-то 20 минут едешь. 15-20 минут, чтобы доехать километр пути. Автоларки тоже отказываются в связи с тем, что плохая дорога. Они говорят, к вам приехать это надо за следом ремонтировать эти колеса. Ведь скорый приезжает, тоже говорит, что жалко больных людей. А ездить вот здесь по полю, потому что дорогу очень плохое. Первая и единственная дорога в поселке появилась в 90-е годы. Параллельно сделали круг под автобусную остановку, но маршрут до сих пор не пустили. Общественного транспорта в поселке нет. На большую землю местные жители могут попасть только на личных автомобилях или пешком. Нам трудно, мы ведь здесь вот и ноги отказывают. И вот у меня, например, зрение уже плохое, я очень плохо вижу. А идешь, вот сопровождающую кого-нибудь, соседку найдешь, идешь. Но нам трудно здесь. Власти в помощи не отказывают. Много лет дорога стояла в плане, а год назад почему-то из него исчезла. Основные аргументы, которые слышат люди – отсутствие денег и сильная удаленность от центра. У нас письма есть, что будут думать. И все вот с 2000 года все думают, думают и думают. И вот 2018 год. Собрали подписи коллективные по Качеву и по Мордасову на имя исполняющего администрации Карабасова Сергея Юрьевича. И через областную думу за подписью Евгения Семеновича Баранкина передали коллективное обращение с просьбой поставить нашу дорогу в план на следующий год. Потому что дальше тянуть уж невозможно. Мы вот ездили в министерство нефтяной промышленности. Они сказали, у вас голый поле, вас веселили. И вот у столба возле нашего дома ставили, восковольтный. Мы подошли и говорим, ребят, ну вы что делаете? Они говорят, у вас нету, у вас вот голое поле. Мы так говорим, у нас вот, пожалуйста, схемы. Ветераны труда и войны, пенсионеры, дети, все они каждый день ходят по этой дороге за продуктами в школу или на кружки. Однако ни освещения, ни тротуара здесь нет. А ведь это единственная трасса, соединяющая Мордасово и Качево с остальной Рязанью. Я ехала с коляской, мы в поликлинику ехали. Проехала машина, то есть обрызгали нас ног до головы. Ребенка, коляску, и это не то, что даже водитель там виноват, но в какой-то степени, может, виновата. Ну, ездить нельзя, объехать эти лужи невозможно вообще. Жители хотят только одного, чтобы их услышали. Они верят, что благодаря дороге смогут жить нормально. Ведь уже есть предварительная договоренность со школой в поселке Строитель об автобусе, который сможет возить детей туда и обратно. Да и автолавка со скорой обещали заезжать чаще. Галина Кудряшова, Игорь Клотов, телекомпания «Город».